У вас вообще каждый ваш концерт, это большая история. Кредитная история. Ну я к черту эту всю группу со всякими эти движниками. Маша, удивляй, солнце мое. А че петь? В это время Диляра танцует, аплодирует. Конкуренция у вас внутри коллектива есть? Какой конкуренции? Я звезда, они на подтанцовке. Как тебя встретили? Билли? Маша, пойдем. Маша уже умела. Мне вообще надо будет рассказывать о том, что я раньше пела или нет? Да, кстати, Мария раньше была солисткой другого коллектива. Огонь, огонь, я не знаю, я думаю, что у нее еще все впереди. В смысле, я че не огонь? Ксюша, тебе привет, ты увидишь это интервью. Как мне приятно наблюдать за этим конфликтами и ситуацией. Культура в культуре. Я давно ждал этой встречи, потому что это встреча с самыми моими любимыми, крутыми, я их называю по-простому, ЧБшечки. Группа Черный Бриллиант, меня зовут Закиржан Мамлютов, это проект Культура в культуре. Диляра, я так понимаю, что ты руководитель этого коллектива, Черный Бриллиант, именно ты придумывала это название, я тоже так предполагаю. С чего все начиналось? Для чего тебе это нужно было? Ты же руководитель ансамбля, танца, арай. Зачем тебе нужна была песня? Это было 8 марта, был пупусник, объединили хореографа, методиста и, по-моему, бухгалтеры на тот момент сказали, пойти, ну так, ради прикола. Это было в Козлажарском районе, в Пешкуле. И этот прикол уже длится? Мы вышли, спели, да, и потом нас еще раз попросили, вроде всем понравилось, потом еще, еще, и все, и так вот. Все началось с юмора, со смеха, и переросло в самую настоящую жизнь. Да, никто не планировал прийти, никто не планировал там выступать, создавать группы, но как-то все. Сколько лет вашему коллективу? 8 марта было нам 6 лет. 6 лет? 7. 7. Даже я знаю, что 7 лет. Вы сейчас услышали голос юной солистки, это Мария, она заменила не так давно уехавшую из Казахстана Ксению. Депортированная. Депортированная. Маш, ты самая молодая здесь, несколько месяцев в этом прикольном, как мне кажется, коллективе творческом. Как тебя встретили? Били? Нет. Еще нет? Пока нет. Ну, мне вообще надо будет рассказывать о том, что я раньше пела или нет? Да, кстати, Мария раньше была солисткой другого коллектива, он назывался Дежавю. Его сейчас нет, он исчез с небосклонов творческого Олимпа, северо-казахстанской области. Мария в ту пору, будучи еще солисткой другого коллектива, мечтала попасть в Дежавю, наоборот, в ЧБ. В ЧБ, и вот это случилось. Да, ты была солисткой другого коллектива, нечего стесняться. Как приняли в новом коллективе? Ну, тут подумать надо вспомнить. Ну, я просто помню, я же слежу за их страничками в социальных сетях, они устраивали кастинг. На этот кастинг вообще кто-нибудь пришел к нам, Маша? Нет, мы устраивали кастинг. Просто я единственная, когда пришел к нам. Да, уходила Индира в декрет. А, Индира, ты когда уходила? Два года назад. Мы временный кастинг искали, временную солистку, но в тот момент, ну, блин. Но вы не нашли никого и пели с Ксюшей? Нет, мы решили, что Индира так получилось, что она до шести месяцев пела, и когда родила, она сразу вышла. То есть мы без Индиры существовали буквально четыре месяца. И потом мы поняли, что пока мы введем новую солистку, у нас уйдет намного больше времени, то есть пока она всему научится, к тому времени уже выйдет Индира. Маша чем-нибудь научилась? Да, вот Маша была права. То есть почему мы в этот раз не проводили кастинг? То есть мы такие решили, что нам нужен готовый человек, чтобы не тратить время. То есть мы уже действительно, как сказали, мы работали много лет, есть свой определенный зритель и тому подобное. То есть нам сейчас шагать назад и брать какую-то девочку неподготовленную, то есть всему ее обучать, просто нет времени, мы не можем себе этого позволить. То есть нам надо идти дальше. Поэтому мы искали человека подготовленного. и как бы упала у нас взгляд на Марию. Мы с ней созвонились, писались, была встреча, мы все обсудили. В принципе, буквально через два дня после этой встречи мы отработали первый концерт. Маша, когда тебе чебешечки позвонили после телефонного разговора эмоций, что это было? Ну вообще мне неделяра первая позвонила, а Алмаз, с которым я работала еще в группе Дежавю, он мне позвонил, такой, Маша, выйди срочно, поговорить надо. Я испугалась, честно говоря, потому что мы уже на тот момент достаточно долгое время не созванивались, вообще не списывались. Я думаю, ну что там такое могло... Денег должна. Думаю, вроде не должна ничего. Потом, ну все, он подъехал, мы с ним переговорили, он мне объяснил, что... Я разговаривала с Дилярой, и она такое предложение сделала, да. Я хотела идти через руководителя, потому что он как руководитель меня должен был понять и должен был мне искать какую-то нужную информацию. То есть видишь, я человека не знала, и тоже в какой-то момент от нее отпор слышать, она уже тогда работала в другом немножечко, трио планировала начать работать. То есть я понимала, мне человека сейчас выцепить с нового проекта, то есть ну как бы... Ну это и ответственно, и я не могла себе так просто взять, позволить набрать человека, который не знаком, сказать там, Маша, пойдем. Хочешь на личное мнение? Я тебе об этом мнении говорил несколько лет тому назад. Я же видел и ваш коллектив, и видел тот коллектив, в котором работала Мария. И я еще тебе тогда сказал, что они с Кусюшей очень похожи. И данными вокальными, и внешне они похожи. Маша как более молодая, возможно даже что-то вот прям с Ксюхи пыталась стащить, взять, быть на нее похожей. Потому что Ксюшка была в вашем коллективе, это хедлайнер, ядерная звездочка. Вот. Визуально. Визуально, да. И вокально. Или нет? Да. И вокально, и визуально. Вы все-таки молодые были. На поколачке. Вы же учились у них, скорее всего. И все равно бегицы. Ну и у них, да, и... Ну там вам межцы молодые говорили. 18-летние ничего не все. 17-18 лет он был, оказывается. Но мы-то думали, а не старше. Я говорю, ну реально думаю, я когда с ней первая встреча, как бы я думала, что Мария постарше. И потом, когда им сказал, сколько лет, я интересую ему говорю, ты понимаешь, мы с ним еще там что-то бойговали, когда ей было 17 лет. Мне на тот момент было... Все-таки бойгабла. Как ваш коллектив относился к их коллективу? Ревностно? Желание было уничтожить? Нет, мы же все узнаем. Тиморически вшатать? Желания уничтожить не было. Мы разговаривали с руководителем, были у нас разговоры. Он нам наоборот говорил, что вот группа Черный Бриллиант, девочки, смотрите, как-то ну учитесь чему-то, они поопытнее вас, и как бы не пытайтесь их там... Перевжимать? Да. Ну, в какой-то степени да. Как бы, ну, возможно, были, да, там какие-то... Нет, были конфликты, конфликты были, там, смс-ного плана, там, комментарии. Как бы мы с ним... Верните микрофон, это наша песня. На концертах мы в основном не пересекались никогда, как бы у них все равно уровень был, вы выступали на областной, да, чаще площадке, мы выступали на городской площадке, поэтому... Ну, мы очень редко встречались, там, буквально за все это время, там, два-три банкета. Ну, хорошо, как относился «Черный бриллиант» к этому коллективу? Честно. Выскочками считали? Нет. Или все-таки для вас это был какой-то тоже волшебный пейдель, его появились молодые девчонки, и уже где-то на пятки наступают, потому что пели тоже так классно, прикольно, и двигались где-то... Нет, на пятки наступали были, там ревностное было отношение к репертуару, который мы исполняли, да, он был схож, но, опять же, нам что-то предъявить, это не наши авторские песни, то есть тут как бы... Вы слизывали у тех, кто там живет в Москве, они слизывали у вас, и у вас была обида к ним, как бы, это логично. Ну, не то, что обида, да, какой-то тип, почему нет возможности найти там варианты своего репертуара, зачем петь одно и то же, потом вроде как бы сами понимали, что, опять же, где-то в голове кажется, что популярный репертуар, он и есть популярный, если хуторянки уже спели, да, песни на банкетах, просят, то есть у нас панха-карема, но ее таки будут просить, я еще не знаю, сколько лет от этого никуда не уйдешь. Ну, где-то, видишь, просто мы, например, в составе своего триума всегда искали свои выходы, то есть если даже это известная песня, мы искали какую-то аранжировку другую, то есть старались хоть как-то отличаться, вот. А когда тут, конечно, мы там ищем-ищем, что-то нашли, и потом, хоп, слышим там эту же аранжировку там где-то у другого коллектива, я сейчас не говорю, в частности, проехать коллектива вообще. Вот один раз мы, по-моему, закусились в смс-ном плане, меня там вызвали взрослая женщина, я не писала. Ну, опять-таки, выражение как бы слезать, ну, мы не слизывали, ну, как-то некорректно немножко, мне кажется, потому что мы, допустим, есть определенные хиты, например, да, которые вот тогда вышла песня, из-за чего начался, ну, такой конфликт из-за песни этой... Ламбады. А, ну, Ламбады, да, и это, как скажи мне? Как мне приятно наблюдать за этими конфликтами и ситуациями, которые, слава богу, разрешились положительно. Положительно. Ксюшка часто пела песни на казахском языке. Маш, у тебя как с этим? С казахским языком как бы проблем у меня нет и не было никогда, потому что в школе еще я этим увлекалась, да. Ну, то есть, легко, да? Да. У него идеальное произношение. Я, потому что, говорить ничего не буду. Тебе струбить, да? После Юрия отвечаю. У нее прям просто идея. И когда с «Алмазом» занимались, он меня еще тоже поднатаскал в этом плане. Сейчас какие песни вы готовите? Что новенького у вас? Обновляете, как часто репертуар? Буквально вчера у нас 14 песен на поверхности. 14 песен на поверхности. Ну, в смысле, вот так вот мы вчера составили список. Получилось пока ровно 14. Все новое. Где-то есть, опять же, старое что-то. Из ретро, но следующего. Вы сама пытаетесь каверы делать. Да. То есть, услышали, под себя переделали. Сейчас какие? 14 каверов. Из этих 14 каверов мы услышим сколько? Все 14? Либо какие-то лучшие? Нет, ну некоторые будут слушать каверы, некоторые придется в один в один петь, потому что там уже все продумано настолько, столько всего. Лучше не придумаешь. Лучше не придумаешь. Например, мы сейчас работаем над песней «Позови меня с собой», Аллы Погачева в новой версии. То есть, уже минусовка вчера была, аранжировка вечером готова. И вот сегодня мы буквально после съемок поедем ее разбирать, репетировать. Она будет вот прям 2020 год. То есть, я имею в виду аранжировка. Очень модная по всем законам. Как у вас распределяются роли в исполнении? То есть, все честно, 33% одной, 33% второй, либо 33% третьей, либо «Диляра поет, остальные танцуют». Нет, наоборот, кстати. «Диляра у нас там танцует, остальные поют». Маша, ты хотела рассказать? Честно, признаться? Все нормально. Да нет, на самом деле, просто, некоторые песни даже бывают, начинаем петь, просто оно само уже ложится, и там ничего разберут. У кого какая партия, строчка получается, лучше нет? Никогда не было такое в коллективе у нас, что, например, у нас обида, там, я больше пою этой песни, ты меньше, например. Есть такие песни, где я пою только припевы, потому что на куплет мне очень тяжело дается, я в нем не звучу, и она звучит, и на тот момент Ксюша, или сейчас вот Мария, да, звучат лучше, смысл не туда лезть, когда как бы мы уже за общее дело. То есть, каждая четко из нас понимает, то есть, здесь очень адекватно и объективно мы к этому подходим. «Диляра, раньше про вас писали, что вы поете в основном плясовки. Вы сделали шикарный концерт, год уже прошел, полтора, два года уже прошло, и на этом концерте вы вживую пели, и вы доказали всем, что умеете петь вживую. Вот до этого концерта как вы боролись с вот этими комментариями, как-то реагировали на них, было ли обидно? Было обидно до депрессии, то есть до того, что до слез было, так что мы втроем читали и просто рыдали, то есть там переходили люди же как-то просто там напишут там фонограмщики, да, там, или фонерщики. «Дежавю» тоже писали вам, да, наверное? Нет. Сами потому что понимали. Мы переходили уже и на личности, и за вес, и за внешность, то есть как бы люди до сих пор умудряются, как Ингира недавно писала, до 20-й год, да, идет на дворе, а люди все пишут про внешность, хейтят тебя за внешность. Сейчас столько фриков на сцене, да, и то есть уже ушло этот канон идеального артиста, то есть сейчас ценят артиста за его действительно какие-то там вокальные, там, артистичные, да. В нашем проекте все мои предыдущие гости пели свои любимые песни. Я вот сейчас хочу посчитать до трех и услышать вашу любимую песню. Может быть, она не новая песня, может быть, прошлогодняя. Ты смотришь, на время уйти, хочешь, как попросили попеть. Не нужно идти. Девчонки, Маша, ты пойму сейчас. Начинай. Начинай. Вот что сразу на ум-то приходит? Какая песня в голове крутится? Ваша любимая. С этим тяжело, потому что мы только начали работать тройгом. Давайте тогда послушаем Машу. Легко. Маша, удивимся. В смысле, легко? Маша, ну давай. Видишь, мы Ксюшу слышали. Тебя мы еще, тебя мы еще плохо слышали в новом амплуа все-таки солистка самого крутого коллектива в Северокостанской области «Черный бриллиант». Удивляй, солнце мое. Ну давайте, помогите, девчонки, помогите. Давай, ты начинай. Раз, два, три. Всегда быть рядом не могут люди, всегда быть вместе не могут люди, нельзя любви земной любви пылать без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим, скажи, зачем мы друг друга любим, считая дни сжигая сердца любви. Все время мы ждем как чудо одной, единственной ждем как чудо, хотя должна она должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы смогли откуда, узнать при встрече смогли откуда, что ты моя, а я твоя любовь и судьба. И вот в это время зинара танцует, аплодирует, говорит микробон, дорогие друзья, для вас выступает лучшая команда СКО, шорная глянта, ручки выше. Короче, ты взрываешь публику, а они отрабатывают. Именно так и работает все законы трио, когда мне что-то говорят, что да, вот Ксения поет, да, Индира поет, а вот вы... Воли распределены, все логично. А назовите хоть одно трио, где все три прям идеально поющие, а смысл, когда мы друг друга переорем, убьем вокально, правильно? То есть ты признаешь, что их вокальные данные лучше, чем твои? Однозначно. Однозначно, по-любому. Сейчас хейтеры пишут, она призналась, она самим призналась. Наконец-то, Амилурия. Не, ну я тоже знаю свои плюсовые стороны, качества, например. Я себе тысячу раз говорила, никогда не считалась вокалистом или суперхореографом, но артист во мне есть немножечко и за артистичную, и за улыбчивую сторону, за хореографию всегда была в группе и ответственна, поэтому как бы все очень, в принципе, гармонично, но по-моему, мне не складывается. Когда вы поете вживую, бывают моменты, когда не попадаете в ноты, забываете слова? Ну, для любого артиста, наверное, это естественно, хоть раз бывает. Вот какой-нибудь комичный случай, когда вы выступали на какой-нибудь из городских областных площадок и случилось что-то такое. Я вот могу два рассказать, да, первый случай, это еще в старом составе наш концерт, про который ты говорила, расскажу конкретно про себя, песня «Я у твоих ног». То есть, в конце кульминация, там столько намешано разных голосов, то есть, каждая поет свою партию, чтобы это было прям красиво, все, значит, у Индиры своя партия, у меня своя, у Ксении своя, они-то, ну, как, более опытные, они свои партии держат, их этому учили, меня не учили никто, и я как бы, на слуху, чем у меня девчонки смогли учить, там где-то сама, уже столько, да, опыта прошло. Ну, все, значит, поем, концерт идет, кульминация подходит, я начинаю петь, тут я слышу, а я когда пою, мне надо их двоих слышать, чтобы, например, понять, как правильно петь, то есть, ну, как вот так, то есть, я могу работать только. Я слышу ее на свою партию, я начинаю, первые два слова, там, своим голосом, потом слышу ее, начинаю на ее переходить тональность, потом слышу Ксюшу, на Ксюхин голос залезло, и потом понимаешь, что я просто плыву, короче, и что-то не так, и на нее поворачиваю, а мы поем, я не могу остановиться, уже как бы, слов же, не перестали же петь, на нее сотрываю, такими глазами, типа, помоги мне, помоги мне, она ловит москве, понимаешь, что как бы, улыбаемся и Машу. Да, и мы на концерте пересматривали, если в этот момент, я такая к ней просто. Что-то не так. Конкуренция у вас внутри коллектива есть? Или дружба? Не знаю, пусть Мария ответит, ей человек со стороны, который пришел, как бы виднее, отвечая честно. Маш, они уже за шесть лет уже понять не могут, конкуренция у них в коллективе, либо подруге. Да нет, а какой конкуренции может оттереть? Я звезда, они на подтанцовке. Нет, мы правда за группу, просто в общем за группу. Я, например, когда уходила в декрет, я сама искала девочек на свое место, чтобы группа дальше жила. Похуже? Обязательно? я наоборот думала, где-то что-то буду ходить до последнего с пузом, буду помогать, учить, обучать ее. Ну вот так вот. Твой супруг вздохнул, когда ты покинула группу? Да он не успел. Хорошо, он расстроился, когда ты вернулась? Либо тебя было не остановить, и он счастлив, что ты счастлив? У нас вот, например, ребенка не с кем оставлять. Вот это единственная проблема. Он всегда, я, то есть через два месяца, я уже вот, когда был форум, Путин приезжал. Саммит, да. Я уже тогда вышла, было два месяца, как я после родов. Потому что она вышла, 8 часов была с нами, потому что тогда время было не определено, и мы всегда с утра. Да, и с утра. Все на 8 часов, учитывая, что она кормящая мама с нами находилась на тот момент. И последний, первый концерт, который мы отработали без нее, это был 4 июня, день госсимвола, когда она была беременна. То есть, чтобы вы понимали, в сентябре она родила, то есть тогда она пела до 6-го реального месяца. Мы одевали, пошили костюмы какие-то, скрывали как мой бренд. Ну, ваши костюмы, это вообще отдельная тема. У вас практически на каждый какой-то номер отдельное одеяние. Чтобы вы понимали, я до сих пор еще не все костюмы увидела. Ксюшка тебе оставила костюмы свои? Да. Или продала? Оставила или продала? Оставила. Оставила. Подходит полностью, по фигуре все подходит. Коротковато. Коротковато. Это немножко. Ну, я так понимаю, ты поймешь, что в дежавю с костюмами было полное спокойствие, потому что у них это прям что-то такое. Мне кажется, они порой иногда хотят костюмами взять. Хотя есть и творчеством, и харизмой тоже можно брать. Мы же девушки. Девочки. Мы, да, хотим красиво одеть. Это все как у девочек. Мы заходим в костюмерную и смотрим. И каждый раз, даже уже при Марии мы говорим, нечего одеть. А там 150 костюмов. А там завешено, там места нет. Просто нечего одеть. Вот реально. Каждый раз. А потом в Инстаграме вы продаете. Потому что несколько раз видел. Не одни за денег. Там сцены смешные, и там бесполезно что-то эти деньги просить. Ну, продается? Покупают люди? Да. Да. Ну, просто потому что вешать реально некуда. А ложить вот это все вот так вот в тюки у нас уже, у нас уже в костюмерном, просто у нас еще костюмеры совместно с ансамблем Рай и Электробитс. Просто некуда это все ложить. Вы артисты больших площадок, но и часто выступаете на свадьбах, корпоративах, новогодниках. Какая разница для вас выступать на большой сцене, для горожан, для гостей города и выступать для гостей, которые порой выпивают, жуют, не обращают на вас внимания. Все-таки есть большая разница. Есть большая разница. Сцена это эстетика. Репертуар отличается сразу. Костюмы, репертуар. То есть у нас есть папка концерты, есть папка нужные называемые. То есть это тойский вариант. Кто это, где мы... Иногда бывают такие веселые гости, что ты получаешь такую невероятную... Но вы с ними танцуете. Да. То есть реально выходишь после там антракта думаешь, такая, есть. Это было круто. Вот. То есть это какой-то выплеск, выплеск эмоций. Да. Концерт это сплошная эстетика. Ты там себя ведешь более эстетично. То есть ты со сцены здесь софиты. Здесь уже 600 человек только смотрят на тебя. Ты это прекрасно понимаешь. Разница огромная, но и сцену, вернее, и концерты, и банкеты мы очень любим и разделяем. Да, их по-разному. Но банкеты это возможность очень хорошо заработать. Самый ваш большой гонорар есть не секрет. Мне просто интересно. И зрителям тоже. Сейчас сразу начну писать комментарии. А-а-а, что происходит? Ну, в предыдущем тысячу долларов. Две тысячи долларов. Не было. Не было таких сумм еще? Нет. Ну, нет. И слезы потекли по твоим щекам. В Караганде это был самый большой, потому что мы там работали неделю новогодние корпоративы. То есть за неделю, за то, что мы были далеко от дома, то есть, естественно, здесь вклада повышается. Я не могу вспомнить, сколько, но тогда мы прилично заработали. Ну, нам-то казалось. По тысячу долларов. Ну, так это было, да. По тысячу долларов. Ну, по 300, наверное, заработали. Учитывая, что жили, ели и приехали бесплатно. Сейчас распределение гонораров как происходит, Маш? Я думаю, что равномерно. А тебе вообще озвучили вообще, что ты будешь получать так же, как Ксюша, либо как новичок в ближайшие 6 лет? Нет. Когда мы с Дилярой встретились, она сразу сказала у нас, как бы я не забираю больше, как бы все на равных, абсолютно все поровну получаем, ничего не скрываем. И, конечно, поверила. Мы же, как бы, деньги рассчитываются. Ну, то есть у вас все по-честному? Ну, вот, да. 33-33-33 процентов процентов с отношениями. Все поровну. Да, такого никогда не практиковалось у нас, чтобы я там как... Это я вообще не знаю, кто сказал, что я руководитель, просто как бы инициативная, чуть-чуть больше, потому что там, ну, машина под попой, грубо говоря, там, более связи там с магазином, где можно взять ткань, то есть потому что работаю, да, в этой сфере давно и, в смысле, глубже, чем я. То есть, в принципе, основатель, все. Да, как бы, ну, еще есть параллельный коллектив. То есть из-за этого, может быть, больше инициатива у меня в группе получилась в плане организации. Вот. А так, если брать внутреннюю работу, то оно выглядит очень равномерно. То есть у нас каждый был ответственен за свое. Почему черный бриллиант? Почему не красный рубин? серебристый топаз? Только из-за плечески? Мама возможно свернуться в тот момент. Как бы назвать себя? Черный бриллиант. Так бы переназвали. Нет, у нас, кстати, мы на пятилетие вообще хотели переназываться, делать рембрейнинг. Группы, мы хотели назваться другая версия. То есть, другая версия названия, другая версия группы. То есть, ну, много, да, очень, как бы, вариант. И что вас остановило? Все знают уже ЧБ. Все знают ЧБ и уже даже вот ЧБ просто переводила. ЧБшечки. Да. Планы ближайшие какие? Куда поехать собираетесь? Что хотите предпринять, чтобы стать еще звезднее? Покорить республиканские площадки? Ну, цели таких, каких-то мыслей у нас никогда не было. Там, мы куда-то дали, потому что у каждого приоритета семья, дети, как ни крути, а это идет параллельно просто очень плотно. Но хочется делать все на уровне, поэтому у нас есть своя авторская песня и уже два года. На концерте вы как раз таки Да, мы ее презентовали и мы хотим снять клип. Хотя бы где-нибудь там Черинский каньон или что-то, какие-то красивые локации наши Казахстана. Но получается эта песня как прозвучала два года тому назад больше аналогии. Ну, на каких-то городских областных площадках еще нет, исполняли, слушаем, друзья просят ее, записано очень хорошо. То есть в какой-то момент, когда долго ее не слышишь, потом начинаешь слушать, думаешь, блин, какая хорошая песня. Не было никого из вас желания выступать сольно. То есть, ну, я к черту эту всю группу со всякими эти движниками, с распределением гонорара на три части. Вот сольно попою, ни за кого не отвечаю. Захотела, наделась, как нравится, получила деньги и ушла. Но все равно бывают какие-то грустные моменты, когда ругаетесь, да пошло оно все. Нет? Нет, я ухожу петь сольно. Такого не было. Ты зачем в группу пошла? Ты же могла сольно ее петь. Нет? Ну. Или привычка уже? Я вообще сольная певица для меня. Я как-то никогда не хотела. У меня было конкретное... Конкретное желание петь в группе? Желание, да, петь в группе. До этого пела в группе и пришла опять петь в группе. Ну, в группу покруче ты пришла. Ну, в группу как тебе сказала Диляра. Есть проекты, которые, я больше чем уверен, вы смотрите, типа «Голос». Не было ли желания группой в одиночку поехать попытаться... Ну, любой артист мечтает... Нет, у нас были предложения, в смысле, и продюсеры, в смысле, были, и там, республиканского масштаба. То есть, были всякие предложения и в проектах поучаствовать просто. Тут мы съездили в Алмату, там поступило очень такое приятное предложение. Мы вроде-таки да-да-да, головой кругом, приехали домой в поезде, не спали, как бы каждый из нас подумал, то есть, я должна была оставить на своего ребенка и мужа. Она тоже уже была замужем, мы встречались вот тогда, как говорится. Короче, вы выбрали семью. Ну да, то есть, мы понимали, даже нам предлагали нашу песню снять клип и презентовать, сделать презентацию, поехать в Алмату или в Астану, скорее всего, это была Алмата, презентовать это все. То есть, ее потом дальше продвигать на канал. Но опять же, презентация в Алмате, это надо было искать какую-то локацию, собирать там, селебрити, презентовать ее. То есть, это какое-то время нам нужно было жить в Алмате, даже если бы нашли на этих средствах, хотя бы, на этот момент мы уже пробивали кредиты во всех бантах. Потом нужна была бы еще где-то презентовать, ну, как нам рассказали, как это происходит, как эту авторскую песню. То есть, нам надо было бы в ближайшие полгода прожить в Алмате. Как мы должны были дома это все объяснить. Извини, я буду звездой там в мире Кея. До свидания. На тот момент Ксению, конечно, ничто не держала, она тогда была не в отношениях, но даже она на тот момент где-то, грубо говоря, скруто очканула, что ей надо будет оставить эту жизнь. Там вкладываться деньгами, это нужно иметь хорошего или спонсора и быть свободными, чтобы тебе было 20, вот как ей. У нас уже был багаж лет, опыта и уже здесь какая-то зона комфорта, с которой не хочется выходить. Да, и то есть весы так вот повзвешивали все трое, мы поняли, что останемся ко мне здесь. То есть, вы сейчас планируете так же и оставаться на североказахстанской земле и вас это устраивает, вам от этого кайфует, вам понравится. Что мы в СКО и что мы яркие представители СКО, реально куда бы мы ни приезжали, Астана, Алмата, там, ну, понятно, что Негуши нас все знают, но Инстаграм, да, это мощная сила, через Инстаграм нас много кто знает. То есть, мы общаемся даже и с Татарстаном, да, девчонки трио покупают у нас платья, они говорят, если что-то у вас будет, пожалуйста, мы хотим на ваши платья. Это про булгар козлоры. Да. Девчонки покупают ваши платья. Да, ну вот они, кстати, не данные, булгарии, зеленые платья, это вот наши. То есть, я к ним, им на поезде, там тоже с большой историей пересылала эти платья, вообще же нельзя посылки передавать. У вас вообще каждый ваш концерт, это большая история. Каждый какой-то выезд. Кредитная история. Кредитная история. Большая кредитная история. Вы возвращаетесь назад в полных минусах, несмотря на то, что получаете гонорары. Но за то, как здесь на душе я пошел. Ты почувствовала себя финансово независимой после того, как стала в этом шикарном, на твой взгляд, со стороны очень дорогого коллективе? Ты стала богаче? Ну, сказать честно. Говори честно. Они заняли у тебя денег. Нет. Вообще, ну как бы, именно мой доход, конечно, увеличился. Мой личный доход. Не в коллективе? Нет, в коллективе. Конкретно, да. Существенные ребенки. Да. Ну, сейчас мы ее уже, все, ну, по первости, просто у нас была такая задумка, сначала ее, а потом, а потом, а потом, просто так получилось, когда пришла в январе, она у нас была, да, действительно много работы, на тот момент мы работали на том репертуаре, который есть, и в тех костюмах. Сейчас вот, кстати, с ее приходом мы как-то так сами не поняли, как мы практически весь репертуар поменяли, то есть поменяли не того, что в смысле надо было, о направлении репертуара. А потом она сказала, я не буду петь Ксюшкины песни. Нет, все-таки молодая, другая девушка пришла, как бы говорили, что она Ксения, и у них типаж, может быть, где-то похожий, да. Как разные абсолютно? Да, они абсолютно разные поют, у них, кстати, абсолютно по-разному. Если у вас раньше Ксюха была огнем, таким творческим дьяволенком, сейчас кто эту роль занимает в вашем коллективе? Ну, про то, что ты говоришь, это чисто мужское сугубое мнение. Ну, я же мужчина, это логично. Ну, тогда и вам судить, кто из вас сейчас огнем. А я не могу еще понять. Я вас после этого, в принципе, после того, Ксюха ушла, я не видел, кажется, вас уже в новом, в сформировавшемся составе. Часто меня вот спрашивают, как Мария, да, я говорю, типа, ну, если сравнить Ксюшу, ну, во-первых, сравнить их никогда не буду за уважение к ней и за уважение к той, это раз, а во-вторых, они действительно, уже не знаю. Уже фраза «к той» говорит не много. Ксюша, тебе привет, ты увидишь это интервью. Да, Удали после этого номер динамик. Вот. Но, блин, они абсолютно разные, и если говорить, какие мы были в 20 лет, или когда какие мы пришли в ЧБ, как мы себя вели на сцене, как мы красились, как мы одевались, блин, ребят, это же жесть какая-то. Поэтому за 6 лет мы должны были стать каждой из нас огнем, правильно? Мы работали, действительно, не покладая руки ежедневно практически. Ну, тут было бы уже очень странно, если бы мы не достигли какого-то там плюс-минус профессионального уровня. Поэтому говорит, что там огонь, не огонь, я не знаю, я думаю, что у нее еще все впереди, и то, что она... В смысле, я чуя не огонь? Я сейчас у меня такая, что она с первых дней вышла, и там, где-то, не знаю, песен, мы на нее смотрим, тебе сейчас петь, и она такая, а слова? А как хочешь? Мы ее окунули сразу, и она ни разу не задулась, но ни разу нас не помела ни на одном выступлении, ни на одном концерте. Даже в какой-то момент недавно мы пели, я заступила. Я вступила там, где не надо, вот, и я понимаю, что я аналендирую, пою там, где не надо, и тут Маша просто с улыбкой доброй начинает вступать там, где я должна была правильно вступить, поддержала меня, то есть она выкрутилась этой ситуацией, понимаешь, то есть никто не заметил, я хотела, конечно, пойти поплакать, что я затупила, я так и делала уже, нет, так не делала. Нет, бывало, что идет фонограмма, как бы мы поем, ни для кого не секрет, что поем под фонограмму, а я рот не открыла, стою и танцую дальше, и тут сидела на меня, смотрит с микрофона, нормально ли? Со сцены не падали? В первый свой день, когда я пришла в Черный Бриллиант, первое выступление было, я вот шла, я тебе же сказала, да, подол, шикарное, черное платье, все очень красиво, вот такие шпильки, я, значит, иду такая, все классно, и все, вот уже столы стоят, все, и я понимаю, что, и это так медленно все происходит, и я понимаю, что я подскальзываюсь, я наступила на этот подол, этой шпилькой, она еще какая-то немножко неустойчивая, очень тяжело, потому что, когда мы пели в дежавю, у меня были каблуки пониже, тут так все резко, и я просто понимаю, что все, я сейчас грохнусь, и все, и думаю, Диляра пошлет меня, просто после этого, ну я еле как устояла, и все, и я потом им делаю. Она каждый раз возмущается, когда я начинаю петь, как возмущается, не возмущается, как можно, да, на них, типа. Просто, ну, как бы я не маленькая ростом, и я никогда не носила, ну, как бы, ну, не нуждаюсь просто в этом, не носила каблуки особо. А Базолана с лилипутами такая. Вот. Вне команды Черный Бриллиант вы дружите? Или хватает общения в группе, и все. Ну, с Машей еще не было возможности, ну, например, дружить, Ну, да, мое день рождения, и мы очень весело потусили. На Сен-Дире, да, мы дружим, в смысле, конечно, вот сейчас ее ребенок такая, с моим ребенком, моя дочь старшая, старшая такая, да, которая 12, нянчится с ее двухлетней, полуторагодовалой. То есть, мы знаем друг друга родителей, как бы, ходим на все семейные праздники, естественно, друг другу. Созваниваемся, списываемся, то есть, не без этого. Ну, то есть, Маша на свадьбу вас позовет к себе? Петь. Петь? Почему нет? Подешевле? Возьму. Маша сейчас у нас... Маша молодая, Маша не замужем, вполне возможно, что она скоро засобирается. Вы вообще не боитесь незамужних-то девчонок брать себе в коллектив? Ну, мы все были незамужем, а потом стали замужем. Ну, шесть лет назад ты была уже замужем, у тебя был уже ребенок, да. То есть, нет ли рисков? Они вообще есть, но вот как ты к этому относишься? Как художественный руководитель? Каждый раз за Киржан очень страшно, когда она сказала, что она в положении, я тогда, мой мир там, рухнул. я и от счастья, и от досады плакала, что как так, теперь что дальше делать? Вот, то есть, без нее уже будет нечего, да, на тот момент. Вот, ну, и когда проводили кастинги, я думала, на минимум два года, как и все мамочки, сидеть дома. Ну, ни фига подобного, да, не получилось, все было, в принципе, быстро. Вот, когда Ксюша тоже сказала, что она выходит замуж, и я понимала, что будет жить в Омске, на тот момент, я тоже думала, что мне теперь-то точно уже группе кранты придут. Но, не отчаялась, потому что я работаю уже в коллективе, в других коллективах, ну, в смысле, там, в Арае, да, в Электробит, ну, с Электробит слабо, в общем-то, в Арае очень много терпела потерь, таких людей, которых я думаю, я никогда не замену, честное слово. Ну, незаменимых людей не бывает, это отличная поговорка. Не будет так же никогда хорошо, как было, может быть, будет лучше, может быть, будет хуже, но так же, как было, никогда не будет единственное, что могу сказать. Я раскладываюсь сейчас, Гиллер. Девчонки, с вами можно разговаривать до скончания веков, но, к сожалению, время нашего эфира ограничено, это естественно. Я хочу, чтобы в финале вы пожелали всем североказахстанцам казахстанцам того, с чем живете сами по жизни, и в финале исполнили какую-нибудь прикольную песенку, от которой мы будем просто счастливы. Ваше пожелание. Что, кто начнет? Пусть молодые начинают. Да ты посмотри, а? Молодым у нас, да. Я еще не придумала, о чем мне нужно сказать. А мы к чему? Ну, в смысле, мы же не говорим, да? Я вот это вырезать, кстати, не буду, из-за чего. Нет, просто позитивно. Поздравь, пожелай, что-нибудь хорошего, позитивного. Молодых учебенок саму, да, Диляр? Ну, для этого я сейчас буду. Дилярчик, давай, как художественный руководитель, какие-нибудь добрые вещи, с которыми нам будет проще жить, от самого крутого коллектива североказахстанской области, города Петропавловска, черный бриллиант. Уважаемые, любимые североказахстанцы, мы вам желаем счастья, благополучия вашей семьи, здоровья вам и вашим близким, чтобы над нашим небом всегда был только мир, чтобы наш Казахстан процветал. Нам очень гордостно и очень трепетно от того, что мы, когда ездим куда-то на гастроли, представляем именно нашу область, именно наш любимый город. Вот, когда мы приезжаем в другой город, все спрашивают, мы всегда говорим с гордостью Петропавловска, давайте носить наше имя СКОшников, да, Петропавловсов, вот я не знаю, гордо, с гордо поднятой головой. Вот, всем счастья, здоровья, не болеть, беречь себя, отдаваться своему любимому делу полноценно, да, любить свою работу, в общем, будьте счастливы, живите в гармонии с собой. Это был Черный бриллиант, проект Культура в культуре, город Петропавловск, с вами я, за Киржан Мамлютов и в финале песенка. Я помню белые обои, черная посуда нас в хрущевке двое, кто мы, откуда, откуда задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут, объясните теперь мне вахтеры, почему он на ней так сдвинут. Черный бриллиант, самые крутые, самые красивые, самые голосистые. Культура в культуре.